Приветствую вас, Лилия. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь я бы хотел предупредить, наверное, о том, что вам может быть неприятно слышать то, что я скажу. Вам это может быть неприятно, поэтому я бы рекомендовал вам не отталкивать то, что я хочу вам сказать сразу, по крайней мере. А постараться обратить это внутрь себя и, может быть, что-то сделать. Ну, может быть, как-то использовать то, что я скажу во благо ребенка и хочется верить вам. Ну, в первую очередь давайте начнем с того, чтобы вы сами попытались ответить на вопрос к себе. Для чего учить уроки? И зачем вам, чтобы ребенок учил уроки? Вот. И это очень важный момент, потому что, если вы не можете объяснить ребенку во всем не можете уроки так, чтобы он понял, и не просто понял, но еще и загорелся, чтобы, условно говоря, ему откликнулось то, что вы ему говорите. Вот. Если вы не можете так сделать, то и мотивация учить уроки у него соответственно положим к нему, потому что он не понимает, зачем это нужно. Вот. И честно говоря, этого не понимаю я. Но я не понимаю, что плохого в том, что ребенок оброс двойками, если он сам не хочет учиться. Другое дело, что понимает ли он, что он плохо учиться с твоими действиями, тем, что он там ходит на продленку и так далее. Вы не позволяете ему, образно говоря, сталкиваться с последствиями своих действий. То есть, ребенок не чувствует, что его действия к чему-то приводит. Ребенок этого не ощущает. Ребенок не чувствует. И это означает, что он находится в отрыве от реальности, к сожалению. Поэтому, в первую очередь, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, какая мотивация ребенку учиться. То есть, объясните себе и ему. Так, я не знаю, чтобы он понял. Чтобы не просто он понял, но чтобы вы сами поняли, для чего ему учиться. Потому что, ну, условно говоря, если вы не можете донести до него это, если вы не можете донести до него, зачем ему обучение, обучение, для чего, то, соответственно, он не будет этого делать. То же, что вижу я, вот то, что я вижу, набивает меня, напоминает мне, дает мне, мне чувство, что, ну, лично вам нужно больше, чтобы учился ребенок, чем ему с мамой. Вот ему с мамой это нужно, ну, вообще говоря не так. Вот, ему с мамой вообще это нужно, нужно не так. А, сынок, как, как вам. Вот. Ну, и может быть он чувствует, что это нужно вам, а не ему. Может быть вы краски, краски не даете ему, ему возможность, возможности, эээ, прочувствовать, что, ну, вот, что ему самому надо. Вот. А, как бы, своей, ну, директивностью какой-то, вот, отдавайте его от того, что он хочет сам. Вот. И вы можете, эээ, сказать, конечно, что, эээ, если его, там, эээ, ну, не заставлять, то ничего не будет делать. Вот. Это правда. Эээ, это правда и, эээ, с этим я не спорю. Обрат, немножко, немножко, в другом, в другом. Эээ, что мне интересно, что если мы, эээ, ставим целью, на, ну, наши цели, если мы делаем, эээ, эээ, например, сделать так, чтобы ребёнок, эээ, как будущий человек, полноценный человек, ээээ, наш личность, ээээ, гражданин своей, эээ, страны и так далее, если мы хотим, чтобы он был счастлив, то отталкиваться нужно от того, что ему интересно. prayer. А так вот для того, что, что ему интересно можно, как это не странно звучит, только в том случае, если у человека есть возможность заниматься чем-то, если у человека есть возможность пробовать что-то. Это всегда есть вармонит, и, ну, устроена в реализовую стопу. Побода собака. Это там. Папа-дит по-диматам. Вот, тогда как бы такой момент здесь, а если ему не дают, например, этого, если у него такой возможности нет. Что, соответственно, откуда и как ему понять, что он там чего-то хочет, что ему там что-то интересное и так далее. Понимаете, да? Вот, поэтому, крайне важный момент, это то, что я пытаюсь донести. Следующее, на что хочется обратить внимание. Это то, о чем сказала моя коллега уже, что один из факторов, влияющих на отношение ребенка к обучающему процессу, является то, что происходит у него дома. То есть, грубо говоря, возможность сосредоточиться, возможность сконцентрировать свое внимание на том, что там, условно говоря, он делать. Например, например. Вот. Если этой возможности у ребенка нет, то, соответственно, ничего бы иди не будет. То есть, вполне вероятно, что у вас дома есть некоторые факторы, которые, ну, скажем так, которые способствуют нервному напряжению ребенка, вот, способствуют его нервному нервному переживанию, тем самым, в какой-то степени, отвлекают его, к сожалению, от того, что он делает. Понятно, что это не единственная причина. Понятно, что много есть моментов, ну, например, подход учителей, организация педагогического процесса, учет особенностей обучающихся и так далее. То есть, все это довольно, все это очень важно, но этому не всегда уделяют внимание. А если у ребенка есть какая-то вот такая потребность в этом, на самом деле, потребности в более внимательном подходе, то ее совершенно, ну, далеко не всегда эту потребность как-то вот учитывают, да, далеко не всегда прислушиваются, вот. Если честно, меня коротко складывает ощущение, что вы довольно, довольно мало обращаете внимание на то, что нужно ребенку вашему, и сколько, и сколько, и много обращает внимание на то, что нужно вам, от ребенка. Мне кажется, это не самая лучшая позиция, вот. и самое главное, что здесь позиция, как ни странно, воспитывает личностную незрелость, незрелость в первую очередь, потому что, ну, потому что личностная незрелость здесь связана с тем, что человек не учится, не получает новый опыт. А наоборот, как бы, чтобы он, ну, чтобы он не делал, да, чтобы он не делал, а, в общем-то результат будет один и тот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это позиция весна-весна, ну, такая негативная, я бы сказал. Вот. Вот то, что хочу вам сказать. Опять же, если у меня фейл, чтобы ребенок, будучи, будучи взрослым, чтобы ребенок, был, приспособленным, максимально приспособленным, и креальности, не, максимально приспособленным, креальности. Вот. Вот. Ага. Вот. То, что мне кажется, что вам нужно подвылить зиму, чтобы, ну, столкнуться с определенным опытом. Вот. С определенной такой цепочкой последствий своих действий. Вот. Если вы этого не сделаете, вот, то ситуация будет, ну, довольно-таки печальной и негативной для вашего ребенка, вот. вот. А к любому труду, вот, к любой, значит, ну, к любой работе у него будет достаточно негативное отношение. Ну, вот. Ну, просто потому, что это всегда будет означать для него определенную несвободу, это будет означать для него определенный негатив. Вот. И честно говоря, я об этом хорошил для него, да и для вас, в принципе, ничего не вижу. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А-а-а. Я думаю, что прежде, чем находить подход к рубинку, вам имеет смысл сначала сначала. Разобраться в себе вам имеет смысл сначала. А-а-а. Изучить это. И уже после вы сможете, а-а-а, в той или иной степени легко подобрать, а-а-а, ну, найти подход к рубинку, используя искренность, используя открытость, используя, а-а-а, максимально прозраченную форму общения. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Это так сложно было. Значит.